У меня есть Оттингер Винтербир. Здарова, с вами Дрон Алекс, и сегодня у нас дегустация новогоднего, или просто зимнего пива, Оттингер Винтербир. Так, здесь у нас 0,5 литра, цена 69,99, производитель Оттингер Браурай GmbH Германия, так, импортер Оазис Уфа. Вот угадай, это фильтровано или не фильтровано? Фильтровано. А вот нихуя, это не фильтровано. Обороты. 6. 5,8. Ну, как бы почти, да. Так, состав. Водач, минус овод, экстракт хмеля, дрожжи. Ну, давайте заценим, короче. Фух. Ну, конечно. Пить на природе зимой, ну, типа, ну, хуй знает. Ну, вообще-то, ну, посмотрите, дизайн вот такой прям. Ну, прям зимний такой дизайн. Вообще, прям. Ээээ, 1731 год. Такое. Давайте заценим. Хмм. Хм. 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 Фильтровано. Крепко нефильтровано. Зимнее пиво. Крепко, да. Ну, типа, 5,8. Как бы, такое. 6 оборотов. Я же говорю, хотел сравнить его с Туборгом. Тубор Крисмас Брю есть такой пиво, тоже зимний, типа. Вот я его не нашел в магните, блядь. Твой любимый нефильтровать. Нет, надеюсь, мы правильно делаем, что типа, зацениваем его. Блядь, а где чье, нахуй? Ну, похуй, ладно. Ой. Ну, хмель, хмель. Такое. Просто хмель. Все, ладно, такой. Запах слабого. Ой, фу. Че? Такой он прям жженый какой-то весь. Запах-то? Да не запах, а вкус. А, ты ж попробовал. А как че тут, соро, ничего не поймешь? Крепкая. Ощущается крепость. Типа зимой. Наоборот, надо же как бы согревало, что ли. Ну, типа. На градусы согревают. Да. Типа в этом смысл. Мне кажется, это не более, чем просто маркетинговый ход. Ну, возможно, да. Не, ну, так-то нормально для пяти-то и восьми. Тут знаешь, что? Вкус отвращающий, а послевкусие такое довольно-таки приятное. Ну, мягкое такое, да. Блин. Ну, тут во вкусе хмель, который, ну, как сказать, вот делают крепкие пивасы, и в них прям хмель, ну, выпирает. Типа в крепких-то пивасах. То есть, в лайтовых пивасах он не так ожучается, как в крепких, допустим. Короче, это тоже... Ему ещё и не фильтровано. Это то же самое, что, короче, этот, не знаю, стекло бито оживает. Такой колючий такой вкус, колючий, колкий. Ну, прям. И уходит в лайт. Ну, как бы. Как такой. Ну, он прям обжигает жёстко, но... Типа, послевкусие такое прям лайтовое. И к этому-то пиву... Подождите. Бля, в смысле, мы не снимаем, что ли? Да ёбаный ру. Друг, а ты, походу, пьяная уже в очко. Заново, Миша. Ёбаный ру. Нормально? О, всё. Так. Так. К этому пиву, значит, у нас... Специальная, блядь, закуска. Холодец с хреном, как бы. Ну, пиво крепкое, поэтому... Вот. Холодец с хреном, да. Я забыл назвать запись. Пиздец, ты нахуй. Эээ, блин. Он запорол всю запись. И крепкому пиву у нас... Крепкая закуска. Мистер Чипс, холодец с хреном. Ну, как бы, должно соответствовать. Да. Да. Давайте заценим. Не, ну, тут как-то прям вообще слабо. Ни хрена не... Ну, может, хрен и ощущаться, но... Ну, хуйня полная. Картофель, может быть, и действительно натуральный. Ну, да, но, блядь, хрена вообще не ощущается. Поскопились на приправку. Да. Что-то как-то... Не доделали. Хотя... Ну, мне нравится такое. Ты попробуй другую, блядь. Там, ебать, просто... То есть, где-то не насыпали, а где-то пересыпали, блядь. Ха-ха. Ну, как там такое себе. Не, не подходит. Ну, слабый, слабый хрен. Ну, вспоминай даже все наши вот эти вот критерии. Афлигем. Вкус, не вкус. Я вспоминаю афлигем, в котором 6,8. Просто бомба. Повторно я бы не купил. Вообще пизда какая-то. Ну, тут вообще, тут что, просто хмель. И всё. Прям жёсткий такой хмель, прям обжигающий хмель. И всё. Послевкусия нет. Чё сахуя там просто хочется сказать. Малетельный уход. Оно очень сильно обжигает. Оно обжигает, как вот я пил гентарин из экстралагер. Но здесь хмель совсем другой. Там более приятный хмель был. Хмельцаас. Здесь просто, я не знаю, как вот хмель использоваться. Но он, ну не то, что противный. Какая-то, блядь. Слишком его много. Баланса нет. Там 5,5 было. Здесь... Акцент именно на хмель. 5,8. Да, прям хмель и всё. Тут нечем наслаждаться. Вообще нечего просто. Кричи здесь. Чё, блядь. Я вот по этому чипсы и... Блин, для чего вообще делали, даже не знаю. Для кого? Кому вообще интересно вот этот вкус? Ну, для любой лошади пойло найдётся. Вот сейчас хрен поёбал. Да ё-то себе знать, мистер чипс. Да. Ну, да, раз вот этой закускай... Ну, во-первых, она не сочетается. Не заходит. Это не гастрономическая пара. Это даже что-то сладкое, мне кажется. Пара, пара. Она должна как минимум вызывать эффект какой-то вау. Да. Типа как корона экстра с лимончиком. Да. Да и как-то... Я думаю, что вряд ли им можно наёбаться. Да, может, и можно. Если там знаешь, через сиву заливать. Ну, что? Фух. Не знаю. Нет, тут четвёрки нет, нахуй. Нет, это, кстати... Ухнатого монаха. Это я выражу, нахуй. Просто этот видос... Ну, как бы я сразу хотел смонтировать, блядь, поэтому... Без всяких там спойлеров. Блядь. Ну, типа, с чем сравнить из-за того, что мы пили? То, что есть на канале? Ммм... Нефильтрованного ещё не было на канале у Рейка. Хотя, был там... Брю... Был, брюмус какой-то, блядь, ну... Кабы, такое... Блядь, брюмус лучше, но... Ах, чем в этом, блядь, ну-то... Ну, 37, что-нибудь, блядь... А это? Ну, такое какое-то, ну, блядь... О, знаешь, я чё хочу сказать? Тройка есть, на четвёрке нет. Кхм-кхм... Знаешь, чё я хочу сказать? Оно, конечно, не выдающееся, но мне кажется, мы просто неправильно его как-то оцениваем. Да. Но оно не противно, а что бы... Ну, такое, я бы не сказал, что оно прям потрясное. Ну, среднячок. Такой. Такой даже больше... Отвратничок. Отвратничок. Блядь, ну... Ну, короче, ладно. Среднячок-отвратничок. Да, блядь, о чём тут вообще говорите, если тут просто хмель, блядь. Нефильтрованный... Нефильтрованный пивас. Просто хмель. Всё. Кроме хмеля тут ничего нет, нахуй. Даже не хмель, а экстракт хмеля. Ну, тем более, блядь. Не, ну тут прям ощущается, что прям это... Да её так... По горлу-то обжигает. Дрожжи даже. Дрожжи, вообще. Ну, может, запахи ощущаются. Нет, наверное, для густоты, мне кажется. М-м-м. Ну да. Хм-м. Ну, такое. Гриба. Блядь, зимное пиво, блядь, ебать. Хм. Лаяли собаки. Андрюха был пьян. Хе-хе. У меня есть Оутингер, Винтербир И чипсы с хреном. Ты не лай, собака. Потому что мой караван идёт. А ты и пси на лай. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Закрепаясь. Так. Ням-ням-ням. Хе-хе. Ставим оценки пиву Оттингер. Винтербир. Винтербир. 3,7. Хе-хе. Ну ты как-то такой себе, типа. И 7. Да здесь. Ещё раз точно, вряд ли. Нет, нет. Не знаю, вряд ли возьму. Не самый лучший представитель нефильтрованного пива. Да ещё за такую цену, ёбаный рот. Хе-хе. Как бы. Чё, он дорогой? Ну такое, чё-то рублей. Сколько там? Ну-ка, нахуй. Сколько там, блядь. Нихуя 70 рублей, блядь. Ебал я отдавать за такое пиво. Мм. Вот за это 70 рублей. Вот за... Вот за вот это. 70 рублей. Это ж хуйня полная, блядь. Хе-хе. Как бы. Ну, в принципе, да. На этом, в принципе, всё. Хе-хе. Да. Пишите про это пиво. Пробовали. Пробовали ли вы такое пиво? Про другие пивасы тоже пишите. Какие можно обозреть, сравнить. Чё-нибудь. До новых встреч всем. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok